30 мая на Камчатке завершилось предварительное голосование за кандидатов на выборы от «Единой России». У жителей края была возможность проголосовать по интернету или лично, на счетных участках. Предварительное голосование партии «Единая Россия» идет по самой открытой и конкурентной модели. Камчатский край стал одним из немногих регионов, где процедура голосования смешанная, сразу и в онлайн формате, и в очном формате. Конечно, мы понимаем, что такое решение должно было быть принято, и оно принято, потому что не во всех населенных пунктах Камчатского края есть устойчивый интернет. По предварительным данным, явка от списочного состава избирателей края составила 10,23%. Всего в голосовании приняли участие больше 24 тысяч камчатцев. В принципе, люди все приходят, воля изъявления свое изъявлять добровольно видно. Даже приходили те, кто не смог проголосовать сейчас, в данный момент, по электронному варианту. К сожалению, мы им сказали, что нужно пойти и проголосовать там. Но даже в таком варианте люди приходят, спрашивают, можно ли. И, в принципе, идут разновозрастные и молодые, и пожилые, и среднего возраста. То есть, заинтересованы. От партии «Единая Россия» на предварительное голосование своей кандидатуры выдвинули 143 кандидата в Законодательное собрание края. В Государственную Думу 6 человек. Почему участвую? Потому что, во-первых, законопослушная, всегда участвую во всех выборах, не пропускаю никогда. Хочется, чтобы что-то было лучше. Выбирать было несложно, примерно уже знала за кого. Результаты предварительного голосования будут известны 1 июня. В этот день пройдет брифинг с секретарем Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия». Она озвучит, кто одержал победу в том или ином избирательном округе и будет продолжать предвыборную гонку. Информационное агентство «Камчатка».